Настоящее происхождение терроризма и разоблачение пропагандистской военной машины. Каким образом терроризм был введен в ислам? Этот вопрос, которым задаются как военные лидеры, политики, так и мусульмане. Цель этого видеофильма — показать, что идеология терроризма была чужда исламу, и ее занесли в мусульманский мир лишь последние сто лет. Терроризм, по определению оксфордского словаря, — это незаконное использование насилия и запугивания, направленное преимущественно против мирного населения для достижения политических целей. И хотя большинству из нас это может показаться довольно точным определением, на протяжении многих лет мы наблюдаем, как термин «терроризм» или «террорист» стал слишком расплывчатым, чтобы обозначить лишь угнетение народа. Поэтому лучшим определением было бы следующее — любой человек или группа, которая намеренно преследует невинных гражданских лиц в политических или идеологических целях, и наиболее важные слова здесь — невинные гражданские лица, поскольку не раз средствами массовой информации размывались границы между гражданским населением и вооруженными солдатами. Будь это так, тогда любую страну, участвовавшую в основных войнах прошлого века, можно было бы обвинить в терроризме. И даже если это было бы так, мы видели много примеров того, как лидеры и правительство полностью исключали понятие морали из своих конфликтов. Ярче всего это проявилось в событиях Второй мировой войны, когда союзные силы и нацистская Германия преднамеренно уничтожали гражданское население друг друга во время военных действий. Так, например, союзники разрушили города Гамбург и Дрезден, сбросив тысячи бомб всего за несколько лет, убив в общей сложности 67 тысяч мирных жителей. И не будем забывать о бомбардировке Соединенными Штатами, Харасимой и Нагасаки, где всего две атомные бомбы убили по меньшей мере 130 тысяч гражданских лиц. Нацисты, с другой стороны, также имеют много подобных примеров. Самый известный — операция «Блиц». С 1940 по 1941 год нацисты беспощадно бомбили город Лондон, разрушив при этом 1 миллион домов и убив в общей сложности 40 тысяч гражданских лиц. И вот в качестве иллюстрации карта, взятая на bombsite.org, где каждой красной точкой отмечен участок, пораженный во время бомбардировки нацистами Лондона. Здесь мы видим Букингемский дворец с окрестностями. А теперь немного уменьшаем масштаб, и мы видим, насколько близко падали бомбы практически в каждом городском квартале и окрестностях города. Уменьшая масштаб до предела, становится понятным, насколько разрушительна была эта бомбардировка. Теперь заметьте, что каждая бомба, сброшенная с этих самолетов, в общем, эквивалентна бомбисту-самоубийце. Это означает, что и пилот, и террорист знают, что нацеливаются на невинных гражданских лиц. Таким образом, оба должны придерживаться схожей идеологии, которая помогает им оправдывать свои действия. На протяжении всей истории цивилизации человек постоянно боролся со значением понятий, что есть верно и что неправильно. Вспомним древних египтян, которые не только верили, что идеи нравственной истины и справедливости являются религиозной обязанностью, но придавали самой концепции такое значение, что персонифицировали ее в одну из своих богинь, Маат. Это продолжалось вплоть до философов Древней Греции и Рима, которые создали основу философской этики и идею высшего блага, которая позже станет известна как «суммум бонум» — термин, придуманный римским философом Цицероном в I веке до н.э. Это, в свою очередь, привело к тому, что английский философ по имени Джереми Бентом придумал концепцию утилитаризма, которая является моральной теорией о том, что хорошие и плохие решения могут быть оценены только путем измерения итогового счастья, которое каждый из них производит. Впоследствии эта концепция была развита Джоном Стюартом Миллом, который в 1863 году написал книгу под названием «Утилитаризм», которую считают одним из самых влиятельных текстов в истории философии. Утилитаризм, который позже подпадает в общую категорию «консеквенциализм», это теория о том, что о действии или решении следует судить только на основании итогов или последствий, и что средства или методы не имеют никакого отношения к общей оценке. Позже, в современном языке, это найдет свое выражение в словах «цель оправдывает средства». В утилитаризме, однако, часто рассматриваются ситуации, когда приходится не выбирать то, что приводит к наибольшему счастью, а выбирать между двух негативных сценариев, тот, который вызовет наименьшую печаль. В современном языке это известно как «наименьшее из двух зол». Есть много ситуаций, когда человек может столкнуться с такой проблемой. Один такой сценарий представлен в известной головоломке «Проблема трамвая». Сценарий звучит так. По рельсам катится трамвай. На некотором расстоянии впереди него на одном пути стоят пять человек, на другом — один. В это время вы оказываетесь рядом с рычагом, который может определить, по какому пути поедет трамвай и, по сути, кого он убьет. Таким образом, вы сталкиваетесь с моральной дилеммой. Выберете ли вы потянуть рычаг и убить трамваем только одного человека, или вы не тронете рычаг и позволите трамваю убить пять человек. Утилитаризм не просто утверждает, что вы должны выбрать убийство одного человека, но что ни сделать это было бы неверно с моральной точки зрения. Но проблема теории в следующем. Она предполагает, что мы живем в эгалитарном обществе, то есть все рассматриваются как равные. И она игнорирует такие явления, как национализм, племенная обособленность, расизм, предрассудки и идеологические различия. Таким образом, человек на рычаге, в зависимости от своей лояльности, мог рассматривать этого одного человека как более важного, чем группа людей. Именно этой уязвимостью пользуются экстремисты и националисты, где через различия и схожести они пытаются повысить или понизить ценность другого человека. К примеру, этот метод был применен, когда Соединенные Штаты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. В то время вторжение в Японию с наземными войсками заняло бы месяцы и стоило бы десятков тысяч жизней, поэтому вместо этого они полагали, что сбросить две атомные бомбы, которые убьют сотни тысяч японцев, было меньшим из двух зол. Это потому, что, по их мнению, жизнь американских солдат ценнее, чем жизнь мирных граждан Японии. Это пример того, что можно назвать неэтичным утилитаризмом, когда народы, группы, партии и различные идеологии использовали свои различия, чтобы повысить или снизить ценность другого человека. Немецкий философ Эммануил Кант еще в XVIII веке предвидел эту проблему и придумал теорию, известную как категорический императив, где Кант объяснил, что действие может быть оценено как обоснованное только в том случае, если его можно везде и всегда применить ко всему человечеству. Это означает, что всякий раз, когда человек или нация проводят определенную политику, нужно исходить из того, что эта же политика может быть применена всеми другими людьми и народами. Возьмем, к примеру, американскую программу беспилотников, которая характеризуется 90-процентной смертностью среди гражданского населения. И хотя псевдофилософы, подобные Сэму Харрису, утверждают, что действия США морально обоснованы, поскольку они не нацелены на гражданских лиц, как это делают террористы, категорический императив заявил бы, что США подобными действиями намекают на то, что любое другое государство может сделать то же самое с ними, если намерены нацелиться на преступников, а не на невинных гражданских лиц. И если невинные все же погибнут, тогда уровень смертности в 90% был бы приемлемым. Но, конечно же, США, как и любая другая ведущая держава, никогда не смирились бы с такими действиями на своей территории. И так же, как мы говорили о концепции неэтичного утилитаризма, здесь мы сталкиваемся с тем, что можно назвать избирательным категорическим императивом. И давайте будем предельно честными и скажем, что прямо сейчас каждое из девяти государств, имеющих ядерное оружие, являются потенциальными террористическими государствами. Оценивая перспективы, взглянем на крупнейшее ядерное оружие штатов, девятимегатонную W-53, ракета, которая может убить до 4 миллионов человек. Это эквивалент 40 тысячам террористов-смертников, которые убивают в среднем 100 человек за нападение. Или 1333 атаки 11 сентября. И благодаря стратегической теории ядерного сдерживания, известной также как взаимное гарантированное уничтожение, каждый избранный лидер в этих странах вступает в должность, прекрасно понимая, что однажды ему могут позвонить, чтобы получить разрешение на запуск ядерного оружия, что приведет к гибели миллионов невинных людей. И самое худшее в этом оружии то, что те, кому не посчастливилось умереть мгновенно, кто окажется на внешней границе взрыва, будут обречены на медленную и мучительную смерть. С кого-то слезет кожа, если что-то еще осталось после взрыва. Кто-то из них разбухнет из-за ожогов и травм. Другие в это время будут гнить изнутри из-за радиационного отравления. Все это намного хуже и более жестоко, чем отрезающий голову террорист. И это может быть сделано чистенькими политиками в дорогих костюмах, а не бородатыми террористами в тюрбанах. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова